Как был для вас сегодняшний день и вчерашний день? Ну и... Почему я? Ну столько, на самом деле, впечатлений. После первого дня я почувствовала такое облегчение. Сегодня встало, у меня столько заряда энергии. Прям бежало, так летело, все мне умывались. Я почувствовала, что очистилась. Сегодня зарядилась. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, что долюбили мою маленькую девочку. Я все-таки, наверное, отпустила отца. И нет претензий, что где он в моей жизни. Что все-таки эта детская ролика в какую-то час я проработала, что мне легко на душе встало. Спасибо. Спасибо большое. Я стану женщиной. Ты как-то объясни, потому что я не понимаю. Ладно, ладно, Игорь, не стесняйся. Я прям чувствую себя, вот, наверное, где-то, когда мне было лет 18-20, меня очень сильно там на улицах обращали внимание. И вот вчера я, если честно, это почувствовала. То есть я почувствовала взгляды, почувствовала, что за мной какая-то машина увязалась, поехала. Несмотря на то, что следом ехал муж. Вот. И для меня это вот прям как толчок, как... Это очень большой рост. Ну вот за эти два дня он произошел. Я чувствую и физические изменения, и духовные. И я хочу еще расти и дальше. Спасибо большое. Спасибо. Благодарю. Ну а если для меня одним словом, то это полная перезагрузка. А если, ну, как-то побольше сказать, то, наверное, для меня вчера был супер мощнейший день, когда все из тебя выходило. Эти эмоции, это, конечно, круто. Ну и сегодня я тоже чувствую какое-то новое-новое наполнение, новый мир в голове и в какой-то духовности. И, в общем, огромное спасибо. Я очень рада, что я тут. Бывает и два дня. 20 декабря. Зима настанет. Ну да. Ну да-да, тут тоже хватит. За новый хэштег для всей группы. Я рада, что я приехала сюда. Я не ожидала такого поднятия чувств. Такое вот волнение, радость одновременно. Благодарю. Я помню, мне кто-то говорил, что вы как-то сказали, страшно не избавляться, а жить с этим. И это действительно правда. И я. Кто сказал? Я сказала. Кто тут секретарь вселенной? А я пересказала. После мастер-класса. Да. И я недавно задумывалась о том, чтобы вернуть то чувство детства, что я когда была свободна, ничего не было на душе, легкость. И я действительно это обрела вчера. И было не так страшно, как я думала. И я сегодня просто с утра встала, у меня было отличное настроение. И когда я вписала список желаний, я действительно хочу это осуществить. И поднятие что-ли, даже иммунитета, мне кажется. Все просто отлично. Спасибо. Спасибо. Игорь, ты можешь сказать, перевернул мой мир. Еще одна женщина. Да, да, все. Встала на свои места, я почувствовала себя женщиной. Я понимаю, что надо отключать мозг, и он потихоньку начинает отключаться. Класс! Я чувствую изменения, огромный эмоциональный поток, я бы действительно была очень уставшей. И вот после вчерашних занятий этот грудь, не знаю, ответственностью всего спал. И у меня был такой приток силы энергии, который бьет до сих пор за меня ключом. И я надеюсь, что не перестанет. Спасибо. У меня лично, наверное, из всего моего тела осталась только интуиция, которая меня сюда и привела. Чуйки надо доверять. В моем теле работала только интуиция, потому что я чувствовала, ну, там, задолго, там, после потери работы, я пыталась себя найти, решила, все, огонь, сейчас у меня времени немного будет, я сейчас прокачаюсь, там, все настроила, и у меня будет, там, волшебная семья. Я попробовала это сделать и почувствовала, что мне не справиться без чьей-то помощи. У меня было четкое ощущение, что мне кто-то должен помочь. Но я не знала, что это будет, никак, я не узнала. И на мастер-класс я пришла буквально за полчаса до его начала. То есть я просто все бросила в сумку, нашла деньги и просто пришла. Потом меня колбасило, я не могла никак решиться. И так же утром я собралась, то есть я не записывалась, не собиралась. Но я поняла, что интуиция меня не подвела. Вы вообще была героя, на самом деле. Да, я просто поняла, что это край, я чувствовала, что я на грани полностью, это было уже очевидно не только мне. И чтобы не наделать каких-то глупостей, я поставила на себя жирную такую точку и пришла. То есть тоже вот утром я в полдевятом увидела это волшебное смс, потому что это просто знак. И решилась. Секретарь написал. Это реально сработало, потому что я всю ночь не спала. Я поставила для себя нет. Я включила будильник, включила и крутилась, вертелась. И в 5 утра встала, думаю, нет, я не пойду, это вообще подстава, это не моё там всё. И я чётко встала и думаю, сейчас как пойдёт. И пришла смс, я покидала все вещи, всё, что нашла под рукой и приехала. Вот, я не пожалела, потому что сейчас я хотя бы чувствую там своё тело, да, и знаю, на чем работать. И, наверное, открытие для меня было подтверждение, что я жила на своей жизни всё это время. И, как говорят, лучше это понять поздно, чем вообще не понять и прожить так всё время. Поэтому я благодарна вот просто вообще за то, что это всё случилось и себе, и вам всем, потому что мы здесь собрались все не просто так. Вот, то есть я их благодарю. Я тоже, на самом деле, хотел начать со слов благодарности. Я первый раз с вами и вообще это такое вот интересное слово. Обещаю, что теперь под фотками ты будешь ставить хэштег эмоциональная свобода, не секта. На самом деле, это необычные ощущения. Сейчас пришлось испытать на себе. Безусловно, они все положительные. Надеюсь, что тоже я, как бы, смог чем-то помочь, да. Я нельзя же здесь помочь. Тоже приглашен был, да. Поэтому ещё раз всех благодарю и надеюсь, что я тоже продолжу духовно развиваться. У тебя нет шансов. Ну, спасибо, Игорь. Потому что вчера я была овощем просто. По-другому я не могу это состояние назвать. Как, впрочем, и последний год. Сегодня я взбодрилась. Сегодня меня накачали энергией. Мне очень хорошо. У меня просто год уже лежит написанный тренинг, который я хочу запустить. Рита меня, конечно, принадит. Какой ты знаешь, я потом. Я на это время. Сейчас времени нет. Сейчас и время есть, и место есть. Сейчас всё есть. Сейчас всё будет. Так что, спасибо огромное. Спасибо. Игорь и все присутствующие. Благодарю вас. Я хотела к вам попасть ещё с прошлого года. Мы с вами переписывались. Но в итоге вы всё равно, слава Богу, приехали. Я чувствую свою женщину. Мне так нравится её слушать, как она пульсирует здесь. Для меня было открытием, конечно, что во мне живёт ещё один человек, который может спрашивать. Для меня это тоже было открытием. Пусть с тобой на одной кровати с двумя. Да, вчера было, конечно, долго и пытливо. Мне было страшно вчера вечером дома, потому что, видимо, я была настолько офигела то, что я одна. Мне было очень страшно. Но сегодня я почувствовала опять эту преливию энергии, потому что вчера вечером у меня реально был панический страх, но всё у меня успокоено. Я вам очень благодарна за эти задания про деньги, про всё, что мы сегодня разговаривали. Хочется идти выше, хочется дальше, хочется просто перейти на другой уровень развития и двигаться реально куда-то прям вот вперёд и с песней. Благодарю вас. Спасибо. Что бы я хотела сказать? Я безумно благодарна. Я чувствую в себе столько энергии. Из меня просто прёт. Я почувствовала свою матку и я никогда не думала, что я пропустила. Я благодарна Марусе, то, что у Маруси я увидела анонс нашего тренинга. Я благодарна только для того, что есть такая программа, как «Тейскоп» и «Ютуб», где я всё смогла увидеть. Я поняла, что мы идём, кто мне нужен. Ты тоже нам была нужна. И я пока не оплатила курс по гостю, я не успокоилась. У меня вот во-первых прислала. Платить, не платить. А потом оплатила и нормально. С секретом основе свободы – перечисляйте деньги. Полностью, сразу. Это точно. Я когда узнала про вас, ну, как у вас там всё, если вы прошли кучу тренинга, прочитали там три тома литературы и вам ничего не помогает, то он точно ко мне. Это правда. Читаю, пишу, в трее в этом марафоне участвую, каждую неделю делаю всё. Я всё равно на работу прихожу. Я такой ненавижу это. Я этот сволочь, скотина, тварь. Ну, все, все плохие. Ну, конечно, пытаюсь надевать эту маску. Тут, когда всё это выжато и выдавлено. Это просто, ну, фантастика. Реально. Я вообще не думала. Больше началось страхов. Ну, естественно, я ждала вас целый год, чтобы когда приехали. Наступил этот май, девятый парад. Наконец-то Игорь приедет. Тут парад прошёл. Всё, деньги перечислила сразу же, как узнала про анонс. Куда перечислить? Трясла всех этих организаторов. Нашла, наконец-то перечислила. И всё. Перечислила, успокоилась. Думаю, скоро приедет. Потом меня начали догонять. Ты что, Брана? Ты чё это? Ты куда деньги деваешь? За неделю до я вообще... Ну, смотри. Здесь ничего нет. Может, всё-таки... Ну, ладно, пойду. Проверю. Пришла, Марася. Ты что, блин, так боишься, пацаны? Чё это с тобой вообще? Я... Всё хорошо. Была вчера на этом... Мастер-классе. Нет, давай. Я не хочу быть первой. Хорошо, что я пошла первой. Доверяй мне, детка! Я такая, нет, я хотела первой. Ну, вот там, может быть, там где-то внутри. Ну, так, чтобы на меня все смотрели, что я первая. Что-то там со мной будет, я же не знаю. Ну, блин, я сначала заплакать. Вообще, сразу захотела, как пришла. Ну, держалась вообще. Долго держалась. Стояла тут, там, пока все знакомились. Думаю, господи, когда вы все познакомитесь уже? Я... 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 Мне рожать надо! Потуки! Я что-нибудь спросят. Я ничего не спрашиваю. Блин, я хочу поплакать, а мне ничего не хватает. Я вот до этого бы тренинг, я вот так спокойно бы сейчас вам ничего не рассказываю. Я бы уже рыдала бы тут, лежала. Я вообще удивляюсь, как я вчера весь вечер разговаривала до трех часов ночи и не рыдала. И, как я сейчас говорю, спокойно просто разродясь. Спасибо. У-у-у-у! Спасибо. 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 Ну что, ты снова отец, а я снова мать? Еще раз всем большое-большое спасибо за то, что вы пришли. И, откровенно говоря... Наша иниянь опять состоялась! Я на самом деле очень благодарен Марусе за то, что она организовала и Москву, и Питер, да? И Питер, и тем более она пожертвовала своим днем рождения. Нет, подожди, не надо, мне пожертвовала. Подарила свой день рождения, потому что нам, и она подарила его. Я себе это подарила. Да, потренинг, не знаю, ты себе что там подарила, нам понравилось. Вот, и... Нет, понимаешь, если бы это было бы мое днерождение, сейчас в ресторане я сказала, не надо мне подарков, не надо тостов, давайте просто встанем, я повключаю песенки, и вы меня пообнимаете. Это было бы странно. Эти два тренинга были собраны изначально ради меня, просто знайте. Поэтому большое тебе спасибо, что ты так как-то вдохновилась и вот это все собрала, всех людей. Никогда я этого не говорил, и ни в одной группе еще такого не было. я хочу вам сказать, что я вас отпускаю. Как-то за вот эти два дня я, короче, в фугуле. Я вас, в общем, люблю, да? Я тебя нажала все-таки, да? Я вас люблю, потому что вот такое уединение за два дня очень редко, когда получается. По-моему, третья группа в практике моей, что... В общем, я вас отпускаю, я еще приеду, в общем, приходите. Дайте папе валерьянки!